Здравствуйте дорогие друзья! После долгого перерыва уже в новом формате выходит программа Павла Аверина Город в лицах сегодняшний наш собеседник, молодой форвард МХК Рязань ВДВ Данил Глухих, команда одержала 13 побед к ряду, что само по себе уже рекорд И Данил один из самых забивных форвардов Родился в городе Челябинск, начинал свою карьеру, так сказать, в хоккейном клубе Мечелл Данис Зарипов, она сам может знать, тоже воспитанник Вот, также по Челябинску в тракторе поиграл В лет 14 меня забрали в Магнитогорский металлург Два года отыграл, на выпуске вернулся в трактор И потом попал в Екатеринбург в автомобилист После этого уже в Рязань, это если вкратце Только вкратце, краткая сестра таланта А почему хоккей? Как появился в хоккей? Вообще сначала в футбол я пошел По соседству была хоккейная арена В футболе тоже, в принципе, у меня все так хорошо получалось Но он не так развит, как хоккей в Челябинске Все, тренер подошел к моей маме и говорит, ему надо в хоккей Мама говорит, ну все, подошли к этой арене Там такие окошечки А она говорит, смотри Там катаются маленькие ребята Говорит, хочешь так же? Я говорю, хочу А сколько лет было? Четыре с половиной Пять лет может Ну ты все помнишь, да? Я помню это, да И вот роль мамы Мама, везде мама С кем мне разговаривать, с каких-то Всегда мама Мама, да В такой момент мама Но всю жизнь меня водила на тренировки Со мной на выезде ездила бабушка У меня баба Нина Николаевна Нина Николаевна Она прям фанат хоккея Она разбирается, все правила, все знает Каждый день звонит мне Спрашивает, смотри, как сыграл Там этот клуб, такой Команды, как играют Я говорю, да Я тоже смотрю То есть она прошаренная Все знает Понятно То есть бабушка Вас тоже это увидите? Я и скину, посмотрит Конечно, ей приятно будет Обязательно След Рязани в твоем профессиональном становлении След Рязани? Ну вот ты сейчас в Рязани находишься? Вообще след Рязани Я надеюсь, что рязанский хоккей Это для меня такой трамплин Трамплин Капризов тоже играл в Новокузнецке Тоже Я бы не сказал, что чем-то лучше Рязани Эмитур в Новокузнецке Да, там, может они были в КХЛ Но за счет таких клубов Как Рязань, как та же Кузин То есть вышки Люди убиваются И потом замечают То есть покупают Это Ну Я с Твердышным разговаривал Он говорит Я ему задаю вопрос Я говорю Ну вот Алексей Викторович Я говорю Скажите Ну, понятно Это молодежь У них амбиции То есть трактор Все дела Возьмем того же Нечушкина, да? Который приезжал сюда И его пацаном Видел, да? Как он играл сейчас Где Нечушкин? То есть это там прямая дорога То есть Скажем так В элиту мирового хоккея И Есть такое понятие Ну Рязань это тупик Ну поиграл человек за Рязань Ну и все А дальше там куда? И он мне очень интересно ответит Фактически Вот то, что ты сейчас сказал Это созвучно с ним Рязань это тупик или нет? Или все-таки А почему это трамплин? Вот ты говоришь Это трамплин Конечно А как тупик? Не может быть такого Если я в Рязани это значит тупик? Нет Ты выходи на игры Показывай результат Выходи на игру Забивай под две шайбы Делай результат Тебя заметят свыше Вот, например, я еще в молодежке Я сейчас буду делать результат От меня заметят вышки Позвут вышку Если я буду в вышке делать результат Меня позвут в КХЛ Логично? Выходи Делай результаты Никаких вопросов не будет Дальше ты пойдешь, например, в Витязь Тут фармклуб Витязь, да? Получается? Выходишь за Витязь Делаешь результат Дорога в АнХЛ Каприза Все начинали с этого Отлично Просто выходи И показывай всю игру Делай результаты Вот и все Тебе можно вопрос уже не задавать Все от человека зависит Все от меня зависит Можно не задать вопросы И вот следующий вопрос Такой Это перспективы Ближайшие И вообще такие стратегические планы Плохо тот солдат Который мечтает стать генералом Какие у меня мысли? Да, ближайшую перспективу О чем ты думаешь? Куда ты двигаешься? И вообще Какая твоя конечная цель? Становление игрока Как профессионала? Знаете, наверное, то, что после травмы Да Год не играл То есть Для меня самое главное сейчас Это сезон просто поиграть Давно не играл в хоккей Год поиграть Конечно, хочется дать результат Как можно больше И пользы для команды принести Принести Кубок выиграть Это самое главное Это приоритет Если мы возьмем кубок Это дальше О нас уже будет О нас говорить Уже легче будет Выше куда-то Подняться Ну и конечно Хотелось бы через вышку Попасть в вышку Дай бог без травм Сделать уже там результат Выходить Выкладываться И заметят И дай бог Почему бы не упасть к Хэйл К 25-ти, например, годам Все возможно Все зависит от человека Ничего невозможного В этом мире не бывает Об НХэл подумают? Нет Нет Пока что нет Пока что нет Всему свое время Отлично Очень здравое такое рассуждение Значит, вопрос такой Гол Чаще ты забивной форвард Да? Это не секрет Гол это Результат работы Наигранных Скажем так Домашних заготовок Наигранных комбинациях Или чаще все-таки Импровизация Ну тот момент Известит Конечно, мы отрабатываем Это все Но Можно и за счет импровизации Но Чаще всего Я думаю То, что мы отрабатываем На тренировках Это и большинство Это и Схемы тактики Что на тренер дает Так легче Когда Когда Каждый игрок Знает Что он должен сделать Намного легче И И о тренерах Вот Сегодняшние тренеры Транцов Брусаков Немножко они Ну Ну Ох Я ничего не могу сказать О тренере Они нам очень помогают Они В психологическом плане Очень хорошо подходят То есть Знаете Как с отцом Можно поговорить Подойти Поговорить спокойно Объяснять Что не так Высказаться Можно То есть Тренер Как второй отец Они очень умные люди У нас нера очень умные люди На самом деле И Еще раз говорю Даже не в хоккейном плане И о жизни То есть Они везде помогут Везде как То есть Второй отец Вот так скажем Ты прям вот Молодец Прям вот все А ничего плохого сказать О жизни Мы начали говорить о жизни Ну Жизнь это не только ледовая площадка А чем живешь вне Льда Ну пока сезон Я стараюсь Как-то Больше В домашней такой Обстановке находиться То есть Потренировался Пошел домой Покушал Ну и так Где-то погулять И редко я хожу куда-нибудь погулять Стараюсь больше отдыхать Готовиться Следующей тренировке Потому что если где-то там Ходить Гулять Шастать Приходить поздно домой Ложиться поздно Это все сказывается Потом Тем более карантин сейчас Лишний раз куда-то выходить Мне кажется Смысла нет Рисковать Вот Ну разумно Так приду домой Ну все Поиграю в приставку Видеоигры Поиграю Отвлекусь С семьей поболтаю Я где-то Повидел связи Вот такой он Данил Глухих Честный Открытый Парень Смелый В хоккее Который не боится Забивать шайбы Идти в борьбу С защитниками Соперника И давать интервью Всего доброго Берегите себя Город в лицах Снова расскажет О жителях Рязани Продолжение следует Редактор субтитров